добрый день мои дорогие зрители сегодня я хочу сделать переделки из всего того что вы видите здесь побудила меня к этому одна мастерица ее зовут ирина я только не могу выговорить ее канал девай алиф ну в общем и рачкам привет спасибо тебе большое за идею я хочу хочу сегодня тоже сделать черный декор с золотым и не знаю что получится судить вам мне нравится если кому-то не нравится черный цвет то извините пожалуйста но мне нравится черное золотым именно итак я переделываю для начала вот эти вещи я буду красить черной акриловой обыкновенной краской и брызгать затем вот такой вот она продается в магазине обе называется gold эффект золотой эффект также меня дома нашлась вот такая красавица я тоже немножко покрашу золотой красочкой для начала я покрашу бутылку то есть часть бутылки она у меня вот такая красивая и одну я уже покрасила она выглядит вот так я оставила как вы видите нижнюю часть и сверху вот это название я закрасила здесь на этой бутылке я хочу сделать наоборот то есть вот это все оставить и закрасить только нижнюю часть и так я беру кухонную губку и хорошенько все это прохожу промакиваю прокрашиваю и сзади тоже есть кое-что вот этикетка я ее тоже всю закрашиваю аккуратненько просушиваю феном и мои бутылочки выглядят вот так я еще не закончила мою работу и еще я буду красить горлышки бутылок золотой краской и сверху будут у меня пенопластовые шары они у меня три сантиметра в диаметре я буду красить их черной краской тоже и я взяла еще один шарик с которым мы работали в предыдущем видео деревянный покрасила то есть бусину деревянную на всякий случай и так можно на этом закончить но я продолжаю дальше мне понадобится стакан который я выкрашу изнутри снаружи вы видите тут прозрачную ножку эта часть будет покрашена золотом еще у меня есть салатничек и подсвечник подсвечник будет золотой полностью а салатник я буду красить снаружи я посмотрю один или два раза как хорошо покроет краска один или два раза надо будет красить ну в общем вот у кого нету например блестящих каких-то названий можно например покрасить бутылочки в черный цвет и приклеить какие-то золотые пайетки ленты написать золотым не стирающимся маркером какие-то слова красивые вот теперь я покрашу баночку а крышка у меня будет тоже золотым цветом и также буду сушить феном теперь когда я все выкрасила мне понадобится бумажный скотч и пакетики для завтрака небольшие вот такие я беру бутылочку и бумажным скотчем обворачиваю вот эту часть которая не будет закрашена аккуратно провожу ровную линию сейчас скотч широкий и бутылка далеко неудобно работать и так я вот проклеила горлышко бутылки и чтобы бутылку не забрызгать золотой краской я надеваю мешочек и снова вот здесь проклеиваю скотчем чтобы краска не попала во внутрь выглядит немножко смешно но мне нужно эту часть забрызгать золотой краской то же самое проделаю со второй бутылкой также покрашу крышку от баночки и вот этот подсвечник он будет у меня к верх ногами вот таким образом также я замотала подсвечник здесь дно тоже будет окрашена золотой краской и сверху я приклею мешочек для завтрака чтобы не окрасить подсвечник и так я буду окрашивать в коробке все окрашиваю и хорошенько просушиваю девочки спрашивали меня вот про эти лилии в моем водоемчике выжили ли они да они вот все выжили и маленькой вот большие смотрятся чудесненько и вот так выглядит наш вьюн и мы посадили еще фасоль как вы советовали пока все мои емкости сохнут я приведу в порядок лицо девушки то есть этот как сказать портрет то есть фигуру и я воспользуюсь краской опять-таки краской спрей и налью в крышечку так как она не быстро сохнет то я себе немножечко выделю красочки вот сюда в крышечку и из крышечки буду макать и красить и так я как же сделать покрашу губы для начала золотой краской моей красавицы и так же немножко пройдусь по волосам а именно по краешку вот здесь проведу линии золотые тонкой кистью и вот здесь и вот такая красавица у меня получилась я навела ей еще тени на глазам тем временем мои бутылочки баночки высохли но я хочу из золотых бусин сделать еще кое-что открываю волшебную коробочку беру вот такую алюминиевую проволоку она 0,4 миллиметра беру примерно сантиметров 80 и насаживаю бусины чередую я беру большую например бусину три маленьких затем среднюю и теперь оставляя небольшой конец сантиметра три я беру эту бусину среднюю и заматываю ее складываю так пополам и заматываю туго но не до такой степени чтобы переломилась моя проволока получается ножка с бусиной следующие три я отступаю примерно сантиметров семь и три бусины перекидываю сюда и делаю можно сделать вот таким полукругом а можно сделать по прямой держу их по прямой проволоку протягиваю вдоль и снизу опять все это хорошенько тщательно перекручиваю получается такая ножка перекрученная но опять-таки не не сломайте проволока она очень хрупкая вот такая длинненькая и вот уже у нас вот такие две бусины то есть две бусины две веточки из бусин готовы третью бусину одиночную я беру где-то сантиметров пять от этого столбика и снова заматываю и хорошенечко вот так притягиваю получается у нас проволока из веточек я сделала длинную и выглядит она вот так вы видите как чередуются эти веточки из бусин это все я хочу прицепить на мою баночку под крышку да что я говорю давайте сразу и приступим беру баночку и наматываю мою проволоку с бусами длина должна соответствовать объему вот этому до горловины горлышко баночки перекручиваю проволоку друг с другом и можно опять-таки намотать вокруг баночки можно сразу убрать лишнее и сверху надеваю крышку поправляю бусины они хорошо гнутся можно их вот немножко опрыгнуть к низу чтобы они сильно не торчали распределить и они будут красиво лежать такая баночка оригинальная можно опять таки сверху горячим клеем приклеить вот этот шар наш деревянный который я окрасила теперь я убираю все с моей бутылки завораживающий процесс если покрасилась неровно не страшно я еще здесь буду приклеивать пайетки да 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 это дело вкуса кто-то скажет да нет уже лишнее все да конечно но я все но приклею пайетки буду клеить вот такие я вредная бабам или не клеить или клеить но в общем приклею и так начинаю приклеиваю пайетки мне кажется они освежают и еще они такие белесы подходят под надпись и здесь сверху шар так как шар мой окрашен его можно уже приклеить горячим клеем но я не буду рисковать я приклею стиропоровым клеем сверху можно не приклеивать можно так оставить лучше приклеить ну ладно отставляем в сторону и делаем то же самое с другой бутылочкой теперь я размотаю стакан посмотрим что у нас получилось обожаю это делать интересно так что же там внутри что получилось а а получилось немножечко неровно но это не страшно мы же клеим сюда пайетки и вот она красота какая неимоверная шутка так что у нас там еще осталось это крашеный подсвечник переворачиваем приклеиваем на него вот эту вазочку но пока я не приклеиваю пока я буду опять клеить пайетки здесь мои пайетки немножечко возвышаются чтобы потом перекрыть вот шов где мы будем клеить и теперь я хорошенько промазываю горячим клеем но особенно в центре и приклеиваю на второй подсвечник переворачиваем и смотрим чтоб стояло все ровненько и аккуратненько так вазочка подсвечник баночка и две бутылки готовы и также моя фигура не знаю как ее назвать бюстом не назовешь фигура фигура лицо девушки так я выставляю вон туда на тумбу вон туда как всегда убираю отсюда все 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 и кто не увидел еще как я делала вот эту красоту пожалуйста посмотрите предыдущее видео красота и посмотрите как их простых вещей можно сделать красоту своими руками краска мне очень нравится золотая в обе она прям такая насыщенная вот эти бутылочки вот подсвечник вазочка с конфетами еле нашла белые конфеты дома баночка и звезда а до звезду мы с вами еще будем делать у кого есть желание посмотреть как мы ее сделаем пожалуйста заходите не пропустите видео поставьте колокольчик чтобы он во время поразвенел что есть новое видео на моем канале шутка так подписывайтесь кто не подписался у меня еще много идей и мы с вами еще поработаем бутылки как из полеины ну в общем я жду вас на своем канале люблю целую спасибо за отзывы дорогие мои за поддержку вы меня вдохновляете на новые идеи всего вам самого самого наилучшего доброго и хорошего а пока пока пока